Очистим Украину! Порубий шагировал заявлением в фейсбук, украинцы поставили его на место. Вчера, 16 апреля, прошел христианский праздник, чистый или великий, как еще его называют, четверг. В этот день принято очищать душу и мысли молитвами и начинать подготовку к светлому воскресению Христову. Но вот экс-спикер Верховной Рады, а сегодня депутат от партии ЕС Андрей Порубий, использовал этот день, чтобы в очередной раз упрекнуть нынешнюю власть и агитировать перед украинцами за себя любимого. В своем посте в фейсбук он жестко раскритиковал проделанную работу Владимира Зеленского и его соратников, а также вспомнил едва ли не каждое свое достижение на посту спикера Верховной Рады. Чистый четверг, особенный день в нашем календаре, в этот день мы убираем от хлама наши дома и наши души. Для меня, как для представителя Верховной Рады Украины, этот день был еще днем принятия знаковых для Украины решений. В чистый четверг 9 апреля 2015 года мы приняли пакет законов, которыми начали декоммунизацию. Депутат в порыве ностальгии припомнил, что именно в чистый четверг 5 апреля 2018 года Верховная Рада проголосовала важный закон на пути Украины в НАТО. Впоследствии были созданы десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины, а также был принят в первом чтении законопроекта национальной безопасности Украины. Он также упоминает чистый четверг 25 апреля 2019 года, когда, будучи еще на посту спикера Верховной Рады, поставил на голосование, народные депутаты поддержали закон об украинском языке. К сожалению, нынешняя власть презирает украинцев и священные для нас символы, преследует майдановцев и аттовцев. В чистый четверг 2020 года происходит позорный суд над Татьяной Черновол, героиней Майдана, а недобитки Януковича в правоохранительных органах пытаются осудить декоммунизацию. Но по-ихнему не будет, темные времена пройдут, непременно очистим наши души, уберем дома, очистим Украину, призвал украинцев порубить. Наверняка депутат Европейской Солидарности ожидал увидеть единенных общей злобой людей, готовых пойти за ним и уже сейчас свергнуть Зеленского, а на его прежнее место вернуть Порошенко и его обожатели из фракции ЕС. Однако украинцы на эту пропаганду не повелись, и в комментариях порубить получил резкий, но обоснованный реальными фактами ответ. «Уверен, что вас арестуют именно в четверг, вы были у власти, и теперь вас будет судить ваш реформированный суд. А на фоне генерала СБУ, который оказался кротом и которого привел Порошенко, то как-то грустно вообще, если судят, значит есть за что». «Чистый четверг» — лишь подтверждение того, что надо очистить историю с 2014 года. Наруководили вы уже. Хватит. Где Донецк, где Луганск, где Крым?